Генеральный партнер программы «Итоги недели» – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю. Срок сдачи – четвертый квартал 2013 года. Телефоны – 48333 и 48300. Партнер программы «Итоги недели» – магазин «Время подарков». Конец рабочей недели. Пятница – это значит время подвести итоги недели. В студии Кристина Рабина. Здравствуйте. Чем запомнились минувшие семь дней в кратком обзоре новостей. В Анапе прошел всероссийский семинар представителей региональных подразделений Следственного комитета России. Спикером выступил официальный представитель СКР Владимир Маркин. Речь шла о влиянии социальных сетей на жизнь общества. По словам Маркина, зачастую новости в социальных сетях появляются оперативнее, нежели в информационных федеральных агентствах. В связи с этим необходимо уделять таким сообщениям особое внимание. По приказу министра МЧС России на Кубани проводятся проверки объектов с ночным пребыванием людей. Комплексная проверка началась накануне майских праздников и продолжается до сих пор. Спецучреждения проверяют сотрудники МЧС, работники Всероссийского добровольного пожарного общества, представители Управления социальной защиты населения, здравоохранения, образования. По распоряжению мэра Анапы Сергея Сергеева при входе в здание администрации города установлен специальный ящик для обращения предпринимателей малого и среднего бизнеса. Через этот ящик можно направлять свои обращения, предложения и жалобы мэру. В том числе это можно делать и анонимно. Каждое заседание Совета по предпринимательству при главе города будет начинаться с рассмотрения обращений, пришедших через предпринимательский ящик. Анапские пляжи готовят к курортному сезону. Водолазы службы спасения на днях обследовали акваторию Малой бухты. В течение нескольких часов они очищали морское дно от промышленного и бытового мусора. Благодаря работе спасателей из воды извлекли битое стекло, арматуру, автомобильные покрышки, массивные железобетонные конструкции. На сегодняшний день силами службы спасения проверки подверглись более 30 анапских пляжей. В свою очередь ждут еще 40. Это был краткий обзор. Главные события недели смотрите также в сегодняшнем выпуске. Региональная комиссия высоко оценила работу Анапского участка госинспекции маломерных судов. 400 тысяч детей примут здравниц Азово-Черноморского побережья в этом году. На Анапу власти Кубани возлагают большие надежды. Как укоротить налоги? Тематический семинар провели специалисты Анапской торгово-промышленной палаты. Обо всем подробнее. Глава региона Александр Ткачев перед началом детской здравительной кампании пожелал мэру Анапы Сергея Сергеева успехов в проведении сезона и выразил надежду, что он пройдет на самом высоком уровне. В расширенном совещании при губернаторе приняли участие главы районов края. О том, какие поручения к лету необходимо завершить, расскажет Вадим Родин. Большое совещание с участием руководителей федеральных служб, краевых министерств и ведомств прошло в администрации Краснодарского края. По видеосвязи в ней приняли участие главы всех районов Кубани. Ключевые вопросы – доступность и безопасность детского отдыха. Губернатор предоставил слово главе города-курорта Анапа Сергею Сергееву. Организация детского оздоровления в городе-курорте Анапа включает в себя две составляющие. Первая – это организация в летний период отдых детей, проживающих на территории города-курорта. Ну и вторая составляющая – это организация отдыха приезжающих к нам в здравнице детей для оздоровления. Вот докладывая, Александр Николаевич, в первом квартале этого года в здравницах уже отдохнули 9 815 детей. Большинство из них – жители Краснодарского края, это 6032 ребенка. Ну и, к сожалению, как вы уже отметили, около 4000 только детей из других регионов Российской Федерации. Средняя стоимость отдыха и оздоровления одного маленького отдыхающего в прошлом году составила 8334 рубля, при среднекраевом показателе 1729 рублей, с учетом благотворительных путевок. В 2013 году планируется тратить на одного ребенка порядка 9000 рублей. Это вызвало одобрение со стороны губернатора. Поэтому он поставил задачу перед всеми главами денег на оздоровление детей Кубани не жалеть. Этим летом за каждым детским оздоровительным лагерем будет закреплен врач-педиатр детской городской больницы. В длительное время будут работать бригады скорой помощи дополнительной. И согласован приезд к нам вредному народу 39 медиков из различных регионов Российской Федерации, которые уже работали в летний период на территории города-курорта. Кроме этого, в детской поликлинике запланировано открытие второго приемного отделения для детей, пребывающих на отдых. Но я думаю, что оно при правильной постановке нашей работы, оно не очень будет востребовано, это второе приемное отделение. На организацию занятости, отдыха в Анапе и оздоровления анапских детей в рамках муниципальной программы «Дети Анапы» в 2013 году выделено более 9 миллионов рублей, что на треть больше, чем в прошлом году. Также планируется привлечение еще порядка 30 миллионов рублей в небюджетных средств. Ежедневно в Анапе на протяжении всего лета будет организована работа на 120-летних дворовых площадках по месту жительства. При клубных учреждениях культуры будут работать 28-летних досуговых площадок. Я думаю, что вот те мероприятия, которые мы наметили и провели, и будем проводить, позволят нам не допустить чрезвычайных ситуаций и на высоком уровне организовать отдых наших гостей. Да, спасибо, Сергей Владимирович. Для вас это пятый сезон, большие испытания для вашей команды. Я вообще хочу, чтобы все прошло по-настоящему. Вадим Родин, Роман Карпов, Анапа-регион. В Анапу с проверкой приехал начальник отдела госинспекции маломерных судов по южному округу Виталий Скляров. Познакомился с личным составом анапского участка и принял у спасателей ГИМС мини-экзамен. О его итогах Наталья Пухальская. Кто и в какие сроки должен проводить осмотр судов, где фиксировать результаты осмотра, какие документы должны быть на борту, инспекторы анапского участка ГИМС теорию знают блестяще и успешно применяют знания на практике. Начальник отдела ГИМС Южного регионального центра МЧС России Виталий Скляров осмотрел базу и стоянку анапского участка. Особое внимание на спецтранспорт. В распоряжении службы ГИМС два катера, швартовая, журналы, рулевое управление, сигнальные и противопожарные системы. Все в порядке. Единственное замечание – нет маркировки на спасательных кругах и жилетах. Номера должны соответствовать госномеру на борту катера. Правильно, номер РФА-400. Все, вопросов нет? Понятно. Это мне сейчас могут принести спасатели или у спасателей. А без личков дальше. Не дай бог, конечно, человек где-то пропадет. Его достали. Не, ну это прописано в документах, которые я специально разбирал. Но не ГИМС. А зачем ГИМС? Мы же на воде. Ну понятно. Были случаи, когда по номеру на жилете определяли, с какого судна человек находили и опознавали пострадавших. После осмотра техники два катера спустили на воду. Спасатели отработали еще одно практическое задание. Проверили связь между судами в море. Штиль-1, штиль-2. Выдвигайтесь ближе сюда, чтобы видно было с береги, чем вы занимаетесь там. Штиль-2, понял, прием. Штиль-1, понял, прием. Согласно приказу министра МЧС России, определено, что ежегодно перед началом купального сезона проводятся смотры плавсредств и экипажей, конкретно инспекторов. Здесь мы смотрели готовность Анапского инспекторского участка, готовность плавсредств, готовность инспекторов к предстоящему купальному сезону. Это для нас самое главное. Должны быть готовы как люди, так и, соответственно, плавсредства. Общая оценка Анапского участка ГИМС после проверки специалисты к работе готовы. Я бы сказал, удивило, потому что здесь все моряки, бывших не бывает, настоящие, в запасе, тем не менее, показали именно так, как должно быть. Потому что море, оно не прощает ошибок, и то, что на берегу готово, то, соответственно, так будет и работать на воде. А безопасность людей, которые сюда приезжают отдыхать, я думаю, она никогда не лишней бывает. Такие же проверки пройдут во всех курортных городах Южного округа. Анапчане свой экзамен уже сдали на отлично. Наталья Пухальская, Дмитрий Голодушевский, Игорь Куршаков. Анапа. Регион. 20 лет на страже безопасности водителей и пешеходов. Анапская рота ДПС завтра отметит юбилей. 19 мая 1993 года приказом УВД Краснодарского края в Анапе была создана дорожно-патрульная служба. С тех пор прошло много времени. Была даже создана ветеранская организация. А тех, кто круглосуточно следит за порядком на дороге, Вадим Родин. С первого дня образования роты ДПС подразделение возглавляет полковник полиции Александр Смирнов. Штатная численность дорожно-патрульной службы на момент образования составляла чуть больше 25 человек. Основной костяк подразделения сегодня это люди, работавшие с первых дней образования службы. В настоящее время в роте ДПС служит более 100 человек. Сотрудники дорожной полиции обеспечивают безопасность дорожного движения на дорогах общей протяженностью более 500 километров в Анапском и Темрюкском районах. Автопарк подразделения составляет около 30 автомобилей. На вооружении роты современная техника. Экипажи оснащены навигационной системой позиционирования ГЛОНАСС. Высокоточными техническими устройствами для проверки состояния водителя, измерения уровня тонировки, а также нетбуками для оперативной проверки участников дорожного движения по учетным базам. Из года в год эти люди, посвятившие жизнь нелегкой и мужественной профессии, обеспечивают порядок на дорогах, защищают жизнь и здоровье граждан, охраняют общественное спокойствие. Сотрудники роты ДПС неоднократно поощрялись правительственными наградами и знаками отличия. Юбилей личный состав подразделения встретит на боевом посту, обеспечивая безопасность дорожного движения анапчан и гостей курорта. И каждый раз, выходя на службу, прикладывают максимум усилий для того, чтобы обстановка на дорогах была спокойной. Вадим Родин, Анапа-регион. Заплатить налоги, жить спокойно. Специалисты Анапской торгово-промышленной палаты провели тематический семинар по изменениям в системе налогоблажения. Подробности в материале нашего корреспондента. Индивидуальные предприниматели, представители малого и среднего бизнеса, бухгалтеры. За символическим круглым столом налогоплательщики обсудили изменения в законах и системе налогоблажения. Упрощенка, вмененка и общая практика. Юлия Маркова, представитель авторемонтной компании «Марков», определила для фирмы плюсы и минусы каждой. Семинар полезный, конечно, очень многие вещи мы не знаем, как все, наверное, налогоплательщики. И нам помогают, конечно, такие семинары, платить налоги и как-то выбираться из очень сложных моментов. Тема малого бизнеса – патентная система расчета налогов. По оценке специалистов, себя не оправдала. Заявлений на переход мало, а сумма налогов увеличивается за счет страховых взносов. Основные изменения в законодательстве – правила перехода от одного вида налогообложения к другому, заявление, сроки и новый порядок снятия с налогового учета – общие вопросы для организаций и индивидуальных предпринимателей. У специалистов своя классификация налогоплательщиков – внимательные и не очень. Очень много предпринимателей пассивных, которые получают, ну, а потом страдают от этого. Конечно, мы хотим, чтобы у нас в Анапе, в нашем городе были очень грамотные предприниматели, вот, и успешно работали, послушав, они сами, видите, себя уберегут от многих рисков. Специалисты налоговой службы и торгово-промышленной палаты часто проводят информационно-практические семинары, объясняют нововведения на конкретных примерах, понятно и доступно. И ведут прием граждан, разъясняют законы и правила по телефону. По телефону 40081, Анапская торгово-промышленная палата, у нас еще при ФНС, вот, создана общественная приемная под руководством, вот, Красницкого, вот, и туда они могут переходить по средам с двух часов, с двух до четырех часов. Молодые, начинающие предприниматели и опытные об изменениях в законодательстве должны знать все налогоплательщики. Незнание нововведений от налогов не освобождает. Наталья Пухальская, Дмитрий Гладушевский, Игорь Куршаков. Анапа. Регион. Премия «Успех» уже стала традиционной для учителей гимназии «Эврика». Торжественную церемонию в этом году провели в городском театре. Номинаций было много. Обо всех подробнее Алина Гумерова. Гимназия «Эврика» занесена в реестр 100 лучших школ России. Всего в гимназии более 50 педагогов. Есть, которые трудятся здесь практически со дня основания. Есть новички. Основать эту премию решила бессменный директор, заслуженный учитель России Галина Филиппова, чтобы поднять престиж в профессии учителя и показать, насколько она уважаема. С каждым годом наши преподаватели приумножают славу нашей гимназии. В этом году наибольшее количество учащихся оканчивают гимназию на 4,5. Это 68% от всего количества. Награждали учителей в 15 номинациях. Постарались не упустить ни одного из достоинств педагога, который необходим, чтобы дать детям достойное образование. «Золотой хронометр», «Педагогические надежды», «Черестерник звездам», «Золотая пчелка», «Сердце даю детям». В этих и других номинациях отмечали педагогов. Карина Бадерина стала победителем номинации «Учителями славится Россия», ученики приносят славу ей уже во второй раз. Это успех не только мой. Это успех тех детей, которых я учила с 5 класса. Этих детей я учила 7 лет. Для того, чтобы они могли в 10-11 классе показать свой успех на Олимпиадах. Учитель математики Наталья Бузлукова получила премию «Успех-2013» номинации «Черестерник звездам». По ее словам, главное, чему она учит детей, это не просто складывать числа и знать математические формулы, а правильно логически мыслить и размышлять. Такая премия и такой праздник – это просто итог тех успехов, которые достигают потом наши дети, наши выпускники. Ребята в гимназии получают не только знания, но и возможность проявить свое творчество. И в этот день ученики подготовили для мероприятия различные художественные номера. Поэтому на сцене городского театра царила абсолютная атмосфера праздника. Алина Гумерова, Алексей Мухортов, Игорь Куршаков, Анапа-регион. Талантами не рождаются, ими становятся. Главные условия – воспитание творческой личности, свобода выбора и уважение в семье. Как раскрыть в ребенке уникальные способности и развить их? Ответ на этот вопрос нашла наш корреспондент Наталья Пухальская. Грамоты медали за победы в шахматных турнирах и благодарности родителям за воспитание дочери. Вот так украшен дом Елены и Павла. Елена – предприниматель, Павел – сотрудник пожарной службы. Виолетта с выбором профессии еще не определилась. У нее есть время подумать и выбрать занятие по душе. А пока юную Виолетту занимают логика, аналитика и музыка. Я люблю заниматься шашками и люблю ходить на музыку. Я там играю на фортепиано и хожу на хор. И это не все любимые занятия. У нас есть такой клуб тимуровцев. Мы все убираем, собираем мусор, помогаем кому нужно. Мне нравится помогать людям, потому что это добро, и мир станет добрее. Виолетта начала играть в шашки в пять лет. Мама показала. Через год легко обыгрывала взрослых спортсменов. Шашки, шахматы, нарды – семейное хобби во втором поколении. Игральной доске более 25 лет. На ней еще дедушка Виолетта играл. А теперь и маленькая Вета играет. Всегда до победы. Цель у нее – достичь. Конечно, любит выиграть. Проиграть для нее всегда проблематично. Даже, скажем так, играем мы вечером все вместе. И пока не выиграет всех, она не успокоится. И выигрывает. Недавно привезла два диплома первой степени. В командном и личном зачетах участвовала в Армавире на краевых соревнованиях. Привычка побеждать от родителей. Всегда и во всем эта семья в авангарде. Часть ликвидации – чрезвычайная ситуация в Крымске. Так как у нас в Приморский округ создан отдел добровольной пожарной охраны на основании МЧС. И этот отдел, скажем так, уже занимаетесь первые места в крае в России. Были 11 орденов, 6 из них взяли наши ребята. Председатель ТОС, мы занимаемся общественной деятельностью. Все это у нас семейное, в семейном кругу. Отзывчивая, целеустремленная и добрая такой всегда хотела видеть свою дочку Елена. Я всегда хотела, чтобы она была такой, чтобы все как бы ахали от нее. Поэтому я не то, что я специально это делала, у нее, видимо, это врожденно. Получилось, как всегда в этой семье все получается. Так как же воспитать гения? На этот философский вопрос глава семьи ответил, не задумываясь. У нас были как бы вопросы, чем любят больше заняться, чем любят. Ну, она начала с шахматы в школе, в шестом. Ну, потом, когда перешли сюда, выбрала себе шашки. Мы как бы с детства дали ей спокойствие, чтобы был самостоятельной девочкой. Как бы другие цели, либо я не знаю, как это получается, но для нас как бы определенность в этом самостоятельности больше добивается, чем напрягать там, скажем так, делай это, делай то, выбирай это. Нет, у нас как бы немножко по-другому. Доверие, взаимопонимание и безусловная любовь, уютный мир маленькой семьи рождает большие победы и воспитывает характер сильной личности. Наталья Пухальская, Дмитрий Гладушевский, Антон Чистяков. Анапа-регион. Столетний юбилей отметила новчанка Матрёна Семёновна Чернова. Год её рождения выглядит фантастической цифрой – 1913-й. С вековым юбилеем новчанку пришли поздравить квартальный и представителя депутата совета Веры Северюковой. О судьбе самого пожилого человека города – материале Алины Гумеровой. Одной из старейших жительниц Анапы исполнилось 100 лет. Матрёне Семёновне Черновой пришло в этот день особенное письмо – поздравление от президента России. Родилась Матрёна Семёновна в 1913 году в небольшой Кубанской станице. В юности она с семьёй переехала в Баку. После окончания школы работала на заводе, где шила дамские шляпы. Вскоре произошло знакомство с будущим мужем – военным. Первые их встречи Матрёна Семёновна до сих пор помнится всеми подробностями. Ну и я собиралась, завью кусть, завью кусть взяла, поднарядилась, всё оделась и пошла. Ну, Марусь, я ей говорю, я ухожу, иди. Ну и пришли, ну и она говорит, садись. А вон у кухоньки стоит уже, у ней дома. А потом выходит, здравствуйте. Я как испугалась, загорелась вся. Вот так было моё с ним знакомство. Уже после войны Матрёна Семёновна вместе с супругом Иваном решили перебраться обратно на малую родину, в станицу Новопокровскую, где спустя некоторое время её муж скончался от болезни. Матрёна Семёновна без слёз не может вспоминать эти дни своей жизни, но благодаря родным ей удалось пережить горечь утраты. Своих детей у Матрёны Семёновны не было, поэтому всю свою любовь она дарила племянникам, которых помогла воспитать сестре. Сегодня долгожительница окружена заботой и вниманием, живёт в одном дворе вместе с двумя внучками, которые за ней ухаживают. У неё очень весёлый характер, жизнерадостный, общительный. Она очень любит с людьми общаться. В свои сто лет Матрёна Семёновна сохранила ясный ум и прекрасную память. По словам внучки, бабушка очень любит смотреть старые фотографии и вспоминать свою молодость, рассказывая разные истории. И оделся, он и вышел, и я выбежала. И тогда беру снег, да и его всего снегом помазала. Пенсионерка любит вязать своим правнукам носочки. Хотя сейчас ей тяжело ходить. Иногда она выходит во двор, полибает цветы, общается с соседкой. Секрет долгожительства именинницы, по словам внучки Татьяны, в трудолюбии бабушки. Но сама Матрёна Семёновна Чернова ответа на этот вопрос не знает. Нет, деточки, на этом никто не знает. Одна я осталась от рода своего. Одна. В этот столетний вековой юбилей Матрёне Семёновне все пожелали одного – крепкого здоровья. Алина Гумерова, Роман Карпов, Игорь Куршаков, Анапа. Регион. После короткой рекламы прогноз погоды, который выходит при поддержке партнёра стоматологической клиники «Визит». Реклама пройдёт быстро, не переключайтесь. Дентальная имплантация – это вживление искусственных имплантатов для протезирования зубных рядов. И, соответственно, не во всех случаях возможны эти имплантаты вживить. Предварительно производится формирование альвеолярных отростков по типу костной реконструктивной пластики. Диагностика проходит на единственном в Анапе конусно-лучевом компьютерном томографе. Анапа, улица Ленина, 141. В субботу 18 мая в Анапе будет пасмурно, местами пройдёт небольшой дождь. Температура воздуха днём 19-21, ночью до 17 градусов по Цельсию. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный 1-3 метра в секунду. Температура воды в Чёрном море 18 градусов со знаком «плюс». В воскресенье 19 мая в Анапе будет облачно возможен небольшой дождь. Температура воздуха в дневные часы 18-20, ночью около 17 градусов по Цельсию. Ветер переменный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды у берегов Анапы около 18 градусов тепла. Такой нам запомнилась эта неделя. Блок полезной информации от партнёра программы производственного предприятия «Меркурий-2». Это и другие выпуски вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир. Развитая инфраструктура. Близость к морю. Срок сдачи – 4 квартал 2013 года. Телефоны – 48333 и 48300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова